Ребят, привет, с вами Джамбо Макс и сегодня я хотел бы высказаться о ситуации вокруг игры Death Stranding. Если вы думаете, что в этом видосе я буду лить говно на PlayStation, то нет, вы ошибаетесь, видео совсем не об этом. Прошу вас поддержать видео лайком и давайте начнем. Как вы все знаете, Death Stranding это уже заранее распиаренная игра от Кодзимы, которая должна была вот-вот выйти только на PlayStation 4. Игре при этом сопутствовал большой ажиотаж в общем и на игромире, хотя даже игру в принципе туда не привезли. До этого момента было просто море бурных комментов о том, что игра станет чуть ли не игрой тысячелетия и она будет реально годной, ведь Кодзима гений и все такое. И вот недавно на днях было официально объявлено, что этот самый эксклюзив PlayStation 4 выйдет и на ПК. В принципе слухов об этом ходило немало и были некоторые мелочи по типу отсутствия в трейлере Only PlayStation. И все это как бы намекало на то, что это не эксклюзив, но ярые фанаты плойки свято верили, что с ними так не поступят. В итоге все-таки поступит, игра 100% выйдет и на ПК. Как вы думаете, что после этого произошло? Вся ситуация, по крайней мере в России, она поменялась. Зайдя в комментарии различных групп, можно заметить, что Кодзиму больше так не восхваляют, что по сути игра уже стала не так ожидаема. Death Stranding моментальной шедевральной игры превратилась в скучный проходняк, который все купят по скидке. И это в большей степени произошло лишь из-за потери статуса эксклюзива. Лично для меня это абсурд и явное переобувание. Да, опять же, я не стыжу за мнением каждого человека, но в целом это смотрится именно так. Да, на Xbox One она не выйдет, выйдет только на ПК, но для ярых фанатов PlayStation это уже не эксклюзив, ведь по сути такая же ситуация была с играми от Xbox. Глядя на эту ситуацию со стороны, я честно не понимаю, как статус эксклюзивности влияет на саму игру в целом. Игра по сути никаким образом не изменилась, она лишь выйдет помимо определенной приставки еще и на ПК, но почему-то многим это действительно важно. Знаете, я понимаю как бы чувство тех, кто надеялся на эксклюзивность, ведь опять же повторюсь, с играми на Xbox One была точно такая же тема. Компании как-то, знаете, очень ловко уворачиваются от каких-либо уточняющих моментов эксклюзивности, что вроде как все уверены, что это эксклюзив, а потом вот так вот бум и в принципе так уже не кажется. Так как тот же Rise, Dead Rising не имели на обложках пометку Only Xbox и потом беспроблемно вышли на ПК. Кстати, вспоминая данную ситуацию, помню, что все вокруг орали, что майки дебилы, они слили экзы, а в итоге сейчас плойка идет по стопам майков. Но это якобы не аргумент и для фанатов плойки выходит Low 2, поэтому не все еще потеряно. Лично у меня на все это такое мнение, если вы позиционируете игру только для определенной консоли, то делайте это до конца и не вводите людей в заблуждение, поскольку это реально в какой-то мере обман. Если бы сразу был анонс и на ПК и на плойку, то проблем бы не было, а тут, знаете, почти перед самым выходом. Помню случай, когда Quantum Break прямо перед выходом анонсировали на ПК и на самом деле это было как-то непонятно. Все время говорили, что Only Xbox, а в итоге вот так вот поступили. Лично меня Death Stranding не цепляло с самого начала, и мне было дико все равно на нее, поскольку я не фанат творчества Кодзимы. И лично я немного не понимая хайпа вокруг его личности. Да, он вроде как зарекомендовал себя как человек, делающий по-настоящему глубокосмысловые игры, но мне этого не понять, поскольку я ни в одну из его игр не играл, и в принципе не хочу. Ну, просто не лежит к этому душа. Но опять же, я не понимаю, как можно менять так мнение об игре лишь из-за статуса эксклюзивности. Игра не теряет смысл, не теряет какой-то игровой механики. Игра остается такой же игрой, как ее и обещали. Но знаете, я склонен к тому, что это всего лишь проявление фанатизма. Что если игра выходит только на платформу, которая у тебя имеется, значит она 100% очень годная, без всякой задней мысли. Если же она будет еще, как в данной ситуации, то это лишь проходняк. На самом деле обидно, что по сути многие любители видеоигр не ценят сами игры, их задумку, их идею, а ценят лишь рекламу, какие-то пиар-ходы и громкие фразы по типу «Шедевр от Кодзимы». В большей степени, если посмотреть на ситуацию со стороны, это так и есть. Будучи на Игромире, я видел толпы людей, стоящие за шмотом Кодзимы. И что-то уж не слишком подсказывает, что многие по сути даже не знакомы с его творчеством, а стояли за ним лишь из-за хайпа. Все стоят, все по сути говорят, что Кодзима гений, значит это действительно так, и я вместе со всеми. Короче, для меня это лишь проявление стадного чувства и мем, вышедший из-под контроля. Так как у кого не спроси, мало кто знает, и мало кто может обосновать, почему Кодзиму считают гением. Многие лишь просто находят первую ссылку в интернете и копируют ее, и все. Многие над этим рофлят, и за счет этого многие реально начинают этому верить. Я не спорю о том, гениален Кодзима или нет, гениальность может увидеть лишь тот, кто реально знаком с его творчеством. Я лишь высказываю свое мнение, как это смотрится со стороны. И по моему мнению, смотрится это не очень радужно. Люди, по большему счету, перестали иметь свое мнение и верят лишь громким заявлениям и повторяющимся мнениям с интернета. Каковы вот данной ситуации, хочу сказать, чтобы каждый из вас всегда думал только своей головой и имел свое личное мнение. Да, это неплохо, когда мнение схоже с мнением других, но такое вот масштабное стадное чувство может сыграть злую шутку. Если кто-то хотел поиграть в Death Stranding, ребят, поиграйте. Эксклюзивность это еще ничего не значит. Игра остается той же игрой и она не становится хуже, даже если она выходит и на другую платформу. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также высказывай свое мнение в комментариях насчет этой ситуации. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok